МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, эфире канала Телемикс. Программа накипела телевизионная трибуна для наших зрителей в студии Ирины Мигунова. Цифровизация городского хозяйства. Наша сегодняшняя тема, а это умные светофоры, видеонаблюдения, информационные киоски, внедрение карточного обслуживания и так далее. Подробнее об осовременивании Уссуриска расскажет наш гость Антон Панченко, заместитель главы округа по цифровизации. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам. Мы в прямом эфире работаем. Действительно, сейчас 8 вечера. Друзья, вы все дома, а мы еще на работе. Антон Евгеньевич, давайте для начала мы, в общем, вот это вот слово цифровизация, модное, современное, переведем на русский язык, чтобы стало понятно каждому нашему телезрителю. Что это такое? Добрый вечер, Ирина. Что такое цифровизация? Это то, что нас окружает прямо сейчас. Камеры, смартфоны, планшеты, услуги муниципальные, государственные, телеграмм, все что угодно. Все то, что делает нашу жизнь комфортнее, все то, что сокращает время предоставления услуг, все то, что позволяет получить современные цифровые продукты, услуги в электронном виде. Далеко не все еще переведено в электронный вид, но тенденция такова, что ее, наверное, остановить уже невозможно, поэтому, наверное, правильнее будет ее понять, принять и полюбить. Этим сейчас и будем заниматься. Будем еще заниматься цифровым ликбезом. Будем объяснять, что уже сделано, в каких направлениях работа ведется. И хочется начать, наверное, с таких вот наболевших тем. Потому что цифровизация – это сейчас, как бы это странно не звучало, но вот работа светофоров. Перестройка. Вот можем начать со светофоров и с видеонаблюдения. С самых острых тем. А я предупрежу наших телезрителей, вы можете позвонить к нам в эфир, телефон 33-72-74, и задать свой вопрос, если у вас накипело. Хорошо. Первое, вот как будто бы люди лучше всего ощущают именно это. Что касается работы светофоров, несмотря на то, что это прям не мой непосредственно вопрос, но я все-таки касаюсь его, потому что вот та часть цифровизации, которой и я в том числе занимаюсь, это, конечно же, работа светофоров. Скажу так, у нас их цифровых, так называемых умных, по которым больше всего, наверное, в социальных сетях реакции. И жалоб. И жалоб. Да. И одобрений, кстати. И одобрений, да, действительно. Есть и такие, кто одобряют, и это приятно, конечно. Таких у нас объектов по округу сейчас семь. Поэтому сразу, наверное, разочарую, а может быть и наоборот, приободрю тех, кто говорит о том, что работа, проезд, например, по Некрасово, немножко затруднен. Дело в том, что там на этой улице, на этом протяжении, там как раз умных светофоров нет. Повторюсь еще раз, у нас их семь, по концессии, я, наверное, чуть попозже коснусь более подробно этого проекта. Преимущественно на муниципальных дорогах, на улице Чечерина. Умными они называются, потому что их перенастроили так, чтобы как бы всем должно быть теперь хорошо, всем хватать времени на все. Или в чем его ум заключается? Его ум заключается в следующем. Там, наверное, два есть аспекта вот этого так называемого интеллекта. Первый – это когда светофорный объект, группа устройств, которые регулируют движение, они делают это адаптивно. То есть в зависимости от нагрузки, которая формирует, собственно, движение, в зависимости от нагрузки камеры переключают фазовый режим светофора, в зависимости от того, в какое время и сколько находится в текущий момент времени на этом промежутке, на перекрестке машин. Второй же режим – это просто удаленно, не подключаясь к светофору, в защищенном режиме, безусловно, можно его отрегулировать вручную. То есть у нас есть светофоры, которые с утра показывают одно в обед, второе вечером третье? Есть такие, которые только на искусственный интеллект полагают? Здесь я сразу оговорюсь, если мы говорим о концессионном соглашении. Ну, может быть, я погружусь сейчас сразу? Ну, мы можем, да, начать с того, почему вообще взялись за усуриск. Вот. Я скажу, почему мы их делаем, а потом постараюсь вернуться. Вы мне подтолкнете к светофорам. У нас есть проект соглашения «Цифровое Приморье». Это, наверное, в масштабах страны проект довольно амбициозный. Лично я примеров не знаю, где в рамках региона четыре крупных города создавалась была инфраструктура частным инвесторам, которые по своей финмодели будут возвращать инвестиции, но в целом это не бюджетные расходы. В переводе. Деньги вкладывает бизнес, а не государство. Совершенно верно, да. Так, в то, чтобы нам всем жилось проще. Да. В рамках вот этого проекта у нас создаются объекты светофорные, которые регулируют там умные остановки и прочее. Мы к этому тоже вернемся. Теперь, что касается светофоров. Дело в том, что этот проект еще не завершен. Поэтому говорить о том, что он работает там полностью автономно, пока так нельзя еще. Все-таки там есть условия, при котором его работу корректируют. Но, возвращаясь к умным светофорам, я уже говорил, их у нас семь. И, наверное, только один из них на перекрестке Комсомольская-Тургенева, полноценно умный. Он как раз в постоянном режиме, в реальном режиме времени ведет контроль, мониторинг движения и в зависимости от этого переключает. Может переключать в дневной, в час пик, утром, вечером, в зависимости от нагрузки. Соответственно, фазы зеленого, красного регулируются в зависимости от нагрузки. Вы сравнивали уже пропускную способность, аварийность участков вообще, вот как было раньше и как сейчас? Или это пока что эксперимент и каких-то выводов еще не сделали? Нужен некий набор данных, который получить, исторических, после которого можно сделать такой анализ. С сожалению, пока он еще не набран. Поэтому невозможно сказать. Так, понятно. Видеонаблюдение. Камеры, которые тоже у нас появились и на перекрестках, и еще много где. Их становится все больше, люди даже не знают об их количестве. Растут они, их количество я имею в виду. Как и кем определяется, где нужно ставить? И опять же, польза какая? Также один из проектов, который мы фактически, наверное, уже завершаем. Он уже в системе видеонаблюдения функционирует в городе. По концессии мы их поставили порядка 107 камер. И это количество постоянно увеличивается. Ну, потому что, к сожалению, есть случаи, когда в тех объектах, которые муниципалитет строит, в том числе за средства краевого бюджета, парки модернизируем, какие-то общественные пространства. Но есть случаи, когда жители, может быть, не очень рачительно пользуются этим. Есть случаи вандализма. И вот ради таких случаев, для превентивных исключений, для профилактики, создается система видеонаблюдения. Это тоже интеллектуальная система. Она не только накапливает объем данных, но там есть еще и система распознавания. Как в Китае и в самых страшных страшилках, да? Сразу оговорюсь, что доступ к системе распознавания имеют службы, которые занимаются охраной правопорядка. То есть они уже, выполняя свои непосредственные обязанности, получают в распоряжении такой функционал. В основном это общественные пространства, парки, скверы, какие-то основные тротуары, или все-таки дороги, перекрестки и помощь ГИБДД? В основном это общественные пространства, парки в целях соблюдения, просто в целях сохранности имущества, которое создается за бюджетные деньги. Муниципальные камеры... Полиции помогаете тоже, нет? У полиции, повторюсь, есть собственный доступ к системе, и они работают, но самостоятельно с этой системой. Камер в городе в принципе 170 или их больше, и у полицейских это отдельные совершенно камеры, или это все на всех? Это те камеры, которые поставили в рамках этого проекта. Всего же городских камер больше, они их ставят, там операторы связи и прочее. Мы как раз сейчас занимаемся тем, чтобы попробовать начать их учитывать, собирать и попытаться вообще провести аудит всего того видеонаблюдения, которое существует в городе. Но здесь есть сложность, потому что часть камеры, они принадлежат операторам, и здесь нужно выставить с ними взаимоотношения. Что касается... Полиции, есть ли у них отдельные свои камеры? Я не могу сказать, я не знаю. Я просто не знаю. Наверняка есть, но я не буду ни врать. Хорошо, понятно. Не знаю. 107 их будет больше, или вот это все пока что? Я думаю, что поскольку пространства городские развиваются, мы их модернизируем, их подустраиваем, то, конечно же, камер будет становиться больше. Но потому что в этом есть потребность. Существует ли некий пост, где вот все эти 107 видно, и если ты хулиган, прям сейчас на тебя смотрит зоркое луко, чего-нибудь? Или случилось, взяли прям автономно, да, там флешку или еще что-то, или сигнал, и проверили отдельно? Это скорее... Есть такой некий самый главный надсмотрщик за всеми ними? Я повторюсь, муниципалитет не выполняет эти процедуры, это не наши полномочия, охрана правопорядка. Поэтому скажу так, вся информация, которая собирается в камере, она, конечно же, хранится в дата-центре. Собирается и анализируется. Но поскольку у органов, которые этот правопорядок осуществляют, доступ к такой информации есть, они уже выполняют свои непосредственные обязанности. То есть администрация ставит, а занимаются охраной уже те, кто специально обучен? Но мы можем помочь. Подглядеть, может быть, подглядеть. Еще про инфраструктуру городскую, вот чисто такую пассажирско-пешеходную, зебры. Тоже есть у нас словосочетание умные зебры. В чем их ум заключается? Ну, здесь, наверное, чуть преувеличенный их ум, интеллект, это пешеходные переходы, которые подсвечиваются, проекцируются просто сверху лазерная проекция на проезжую часть, для того, чтобы водитель издалека мог увидеть переходящего пешехода, остановиться, снизить скорость и пропустить. В целях снижения аварийности. Будет ли их больше? Я надеюсь на это, что их будет больше. Потребность тоже в этом есть. Мои коллеги, которые занимаются обеспечением управления в сфере транспорта, они занимаются этим. И одна из целей, это, конечно, снижение травматизма. Но все равно ждем исторические данные. Это должен полгода пройти год. Что называется история уже в этом случае? Хочется узнать результат, да? Вот все это наделали, молодцы, здорово. Стало ли людям от этого лучше? Это, наверное, подспорье в принятии решений. То есть сотрудники муниципалитета, кто выполняет эти мероприятия, управляет дорожным движением, занимается работой в сфере транспорта, они могут за какой-то период времени просто посмотреть аналитику, которую дают эта инфраструктура. Камеры, светофоры, пешеходные переходы. И уже на основании этих данных сделать некие выводы. Что сделать, куда направить усилия, что подкрутить и так далее. Вот в этом, собственно, смысл. Ну, кроме непосредственного снижения травматизма. Ну вот про подкрутить я вернусь немножко к светофорам. Вот понимаю вопрос чуть ли не каждого нашего сейчас телезрителя. Явно есть те, кто хочет пожаловаться на то, что мало секунд пешеходу, например. Если жаловаться, то куда? И вообще дать свою рекомендацию, что неправильно вы там все настроили. Надо очень быстро идти, чтобы по диагонали преодолеть перекресток. А чечерина краснознамена, так я вообще молчу. Ну, я могу здесь сказать следующее. Как раз перед эфиром я со своими коллегами проконсультировался чуть-чуть по этому вопросу, потому что предполагал, что такой вопрос можно задать. Смотрите, вот что касается недостаточного количества зеленой фазы для пешеходов. Да, как это называется. Насколько мне известно, я, ну, коллеги, которые занимаются у нас транспортом, вот трасса Некрасова, ее все-таки краевые структуры управляют и регулируют эти фазы движения. То есть, что касается Некрасова, то не муниципалитет. Но есть муниципальная часть дорог и есть требования по ГОСТам, которые должны обеспечивать, допустим, диагональный проход пешеходов и, соответственно, все светофоры таким образом регулируются. То есть это ГОСТ, это не кто-то у нас выдумал? Это не кто-то выдумал, это всего лишь требования ГОСТов, которые нужно соблюдать. Но вы, наверное, заметили, что это не только в Уссурийске происходит, это и в других городах. Да, конечно. Но количество секунд, это все-таки разные расстояния и прочее. Но вот когда к нам приходят из ГИБДД как раз, они рассказывают, что с внедрением новой системы аварийность, вот когда есть зеленый всем пешеходам, аварийность снизилась именно вот в случае, когда сбивают пешеходов. Их стало гораздо меньше. И это самое главное. А вот если, говорит, неудобно, не буду называть фамилии, но здесь вы этого ГОСТа видите раз в полгода, то это все равно лучше, чем если бы кого-то сбили. То есть есть минусы все-таки. Там некий... Будет ли, может быть, еще как-то перенастраиваться? И вот этот процесс, он окончательный, или вот он еще идет, идет, туда добавят, чуть-чуть так попробуют. Я попробую прогоментировать, вот, наших коллег, которые бывают в эфирах, из правоохранительных органов, из ГИБДД. Мне кажется, что если выбирать между безопасностью и... Так, и говорят, да. Да, и фаза и светофор, это несколько секундами, наверное, правильно выбирать безопасность все-таки. Наверное, правильно перейти, пешеходный переход. Я согласна, да. И быть здоровым после этого. И вообще быть. Еще цифровизация, это наше табло. У нас недавно на дорогах, не на дорогах, даже, наверное, в общественных местах появились некие такие электронные киоски, выглядят как громадный смартфон, где появилась информация точно такие же, но в уменьшенной копии, на остановках автобусных. Расскажите, это что за чудо? Потому что пока там полезной информации минимум, но что там будет? Она есть. Да. Это комплекс, само цифровое приморье, это все-таки комплекс сервисов. И вот то, что вы сказали, табло, информационные киоски, информаты, по-разному называют, и то, что установлено в остановках, это, по большому счету, отображение информации, которую можно увидеть, открыв на планшете портал цифровое приморье. Гоу, да. Да. Да, да, да. Поэтому в чем смысл? Вот инфокиоски, их цель, гостям города, жителям, проинформировать, что вокруг меня находится, какие точки интереса, что можно посетить ближайшие, недалеко от меня, где можно поесть, билет в театр купить, заказать такси и приехать. То есть это удобно жителям города, ну и, конечно же, тем, кто является гостями. И тревожная кнопка там есть. Тревожная кнопка, одна из функций. Есть терминал, позволяющий оплатить какую-то услугу. Тут надо еще понять, что это все развивается. То есть мы видим сейчас сервис в том состоянии, который еще вот, просто сам проект не завершен. Он близок к завершению, но еще не закончен. Поэтому надо просто посмотреть, это будет все развиваться. Уже есть интерес. Это же еще площадка для предпринимателей, например. Конечно. То есть гостиницы-то могут разместить о себе информацию, рестораны, любые туристические, туристические бизнесы. То есть можно себя показать вот в том числе и таким образом. Не только в виртуальном пространстве, но и в том числе вот вживую. Причем, друзья, это бесплатно. Сейчас, когда формируется та самая база данных, те места, локации уссурийские, все это принимается бесплатно. Вы можете создавать там как события, так и само место. То есть если вы предприниматель и вы из сферы туризма, то, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Пока что это бесплатно. Наверное, размещение там вообще все время будет бесплатно. Платно включится только когда, по-моему, вот боятся бро. Когда полностью закончится весь проект. Да, и когда полностью он будет уже, этот сервис насыщен. Пока что там в основном Владивосток, из Уссурийска, там есть билеты в театр. Можно посмотреть репертуар. Основные наши достопримечательности, точнее, окончания туристических маршрутов, типа базы ландшафтного дизайна, изугрудная долина, зоопарк, к примеру, в нескольких направлениях. Пока уменьшенная такая версия. Хотелось бы, чтобы там было больше. Больше всего хочется, чтобы были маршруты автобусные. В автобусных остановках там прописаны, чтобы ты тыкнул на номер автобуса. И тебе написал, когда приезжает автобус. Конечно, осталось пять минут или что-нибудь из этого. Или хотя бы вот расписание. Это будет? Вернусь сейчас к информатам. Наполнение зависит, собственно, от того, кто изъявит желание там оказаться. Мы вот еще, кстати, на всякие культмассовые мероприятия, Дню города, если мы заметили, украшали на День Единства. Там были какие-то такие интересные. К Новому году постараемся тоже как-то украсить, в том числе из-за информатов. И на остановках украсить информацией о мероприятии. Что касается расписания. Мы работаем над этим. Прямо сейчас, прямо вот сегодня мы работаем с перевозчиками, с нашими коллегами, кто занимается транспортом. Очень плотно в этом направлении работают. Я очень надеюсь, что до конца года у нас на остановках появится расписание о прибытии транспорта. И все, запустится. Было бы здорово. Друзья, у нас есть звоночек в студию. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Меня зовут Валентина Александровна. Я по поводу этих светофоров. Вы не ответили конкретно на вопрос. Будут изменяться секунды. Например, мне чем не стоят? Я не успеваю перейти. Любой переход. Не успеваю. А бегать не могу. Спасибо большое. Предвосхищал я как раз такой вопрос. Как на это повлиять? Но ведь, возможно, вы просто не знаете ни ГИБДД, ни власти, никто. Либо нет у людей канала об этом сообщить. Но среди пешеходов, а я пешеход, я знаю, что это постоянная проблема. Я хожу быстро, и я успеваю секунду в секунду. А кто медленнее? А я сам пешеход в будние дни, выходным, автолюбитель. Мне не хватает пары секунд, чтобы перейти перекресток. Я знаю эту проблему. К сожалению, я непосредственно этим вопросом не занимаюсь. То есть регулировкой светофоров. Ну, вы можете... Я обязательно передам и попрошу, чтобы... Передать и сказать, что были на накипело. И люди... Что это очень животрепещущий вопрос. Я знаю, что коллеги в курсе этой проблемы. Ну, не проблемы, это неприятности. Это недоработки. И я думаю, что все необходимое в их... Все возможное. Да. Чем больше будет гражданской активности, тем быстрее все исправится. У нас еще один звонок. Слушаем вас, говорите. Слушаем вас, говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А нет ли возможности рассмотреть, отслеживать в программе яндекс автобусы, маршруты самих автобусов? Это удобнее, чем даже остановка, но позволит людям прям в доме каталировать выход на работу. Спасибо. Ну, вот такое предложение рационализаторское вполне себе. Речь идет о, конечно же, сотрудничестве с такими сервисами, как Яндекс.Тугис, где уже есть и карты достопримечательностей Уссурийска, целый слой есть в Тугисе, чисто туристический, и не нужно ничего изобретать. Ну, вот есть ощущение, что мы действительно изобретаем колесо, а можно договориться? Ну, я бы не назвал это изобретением колеса. Повторюсь, это все-таки комплекс систем, они связаны друг с другом. То есть остановки, инфокиоски и другие сервисы, они связаны с собой неотъемлемо. Поэтому, отвечая на вопрос про Яндекс, рассмотреть возможность видеть передвижение автобусов, технически такая возможность есть. Здесь сложного... То есть как в такси тоже самое? Да, здесь ничего сложного нет, но это станет гипотетически возможным только когда мы увидим расписание на остановках. А я уже говорил, что мы работаем над этим сейчас. Нам нужна цифровизация самих маршрутов, чтобы все автоколонны, а они в частных руках, были в этом заинтересованы, перевели в цифровой формат собственное расписание в электронном, и тогда может быть возможен следующий шаг. Я думаю, что мы обязательно этот вопрос рассмотрим, чтобы отображались сведения, в том числе и два ГИСа, и в Яндексе. Очень интересный вопрос, спасибо большое. Еще у нас есть немного времени, карты. Карты – это тоже часть, карточки школьные, карты Приморец. Что это означает? Вот сейчас в школах устанавливается оборудование, дети заходят, пикают. Что это за карты такие? Тут не нужно путать. Карта Приморец – это карта, которая была еще до концессии. Это социальная карта. И те карты, которые есть у учащихся сейчас, это немножко разные карты, но при этом тоже связаны друг с другом. Объясню. Карты учащегося нужны для трех целей. Это проход в учреждение, для обеспечения безопасности учащихся, которые проходят. Родители знают, что отметившись на турникете, ребенок точно в учреждении и вышел из него, когда отметил сужен. Ну, пока тоже настраивается. Это в процессе, да. Дальше можно получить буфетное питание по этой же карте. То есть… Это в будущем? Это в процессе. Сейчас занимаемся, да. То есть родители могут через портал соответствующий положить какую-то часть средств на эту карту. Карта не банковская, но поэтому привязывается к ее держателю. И можно оплатить какую-то часть буфетной продукции. Тоже сейчас в процессе. Вот. И эту же карту можно будет использовать для оплаты, ну, в автобусе. И тоже это сейчас прорабатывается. Вместе с тем, есть такой интересный сервис. Его сейчас правительство Приморского края прорабатывает. Это проект «Доступное Приморье» называется. Это предприниматели обеспечивают реализацию базовой продукции по рекомендованным ценам. Вот там как раз и возникает карта «Приморец». И можно на портале «Цифровое Приморье» привязать свою банковскую карту «Мир», например, и поучаствовать в таких программах. «Приморец» для определенных категорий граждан? «Приморец» – это льготная карта, да. Она также участвует в проекте «Доступное Приморье», но, имея банковскую карту «Мир», например, можно зайти на портал, зарегистрироваться и, имея свою карту, просто привязать в профиле к имеющимся проектам, к льготным, социальным, и в том числе к «Доступному Приморью». Поэтому это все этап, который необходимо сделать, закончить эту концессию, посмотреть, как она работает и развиваться. Спасибо большое. Антон, было очень интересно. Я думаю, что нашим телезрителям тоже у нас закончилось время. Будем действительно наблюдать, смотреть, получать профит, так скажем. Друзья, с вами прощаемся. До следующего понедельника. Увидимся в 21.00 на канале Телемикс.